Довольно нежно его вели, долгая компания. Немецкая компания, с которой у него был контракт, но она, в общем-то, многих боксеров так бережно вела и тем самым портила им дела, поскольку, когда пришло время выходить на серьезных соперников, Александр Дмитренко оказался не совсем готов к этому. В 2009 году он вышел на Эдди Чамберса, проиграл, это был бой за титул претендента на чемпионский бой по версии WBO. Он проиграл, правда, большинством голосов, но тем не менее. После этого встречался с Альбертом Сосновским, выиграл, выиграл, проигрывал весь бой и сумел нокаутом в 12-м раунде выиграть этот поединок и тогда завоевал титул чемпиона Европы. Но после этого дела у него пошли похуже и, когда защищал свой этот титул чемпиона Европы, проиграл Кубриту Пулеву. Ну вот после этого, в общем-то, ничего, после того поражения от Пулева, ничего серьезного у него не было в карьере, потому что с компанией, с контрактами были какие-то неопределенности. Одним словом, никакого роста не наблюдалось, шли годы, талант, как говорится, был зарыт в землю. Ну вот, возможно, сейчас, в 33 года, в возрасте, когда боксеры тяжелого веса многие только раскрываются, Александр Дмитренко под крылом компании «Ахмад Бук Промоушен» сумеет чего-то добиться. Ну пока вот такой бой, который должен как бы вернуть его, да, каким-то придать повсередленную уверенность, снова почувствовать себя и показать себя в новой компании. Поэтому соперник сегодня у него из простых, это боксеры Сербии, зовут его Золтан Чало. Простите, из Венгрии. Золтан Чало, у него 10 боев, 8 побед, 2 поражения. И вы видите, да, даже внешне он уступает по всем параметрам Александру Дмитренко. Давайте посмотрим, как пройдет этот бой. Запланировано здесь 8 раундов. Дмитренко рано, как я уже говорил, 19 лет попал в «Юниверсум», в компанию, которой уже нет. Попал к фрицу с Думику и компании, вот это его коллег, которые, в общем-то, делали боксеров похожих друг на друга, вы знаете. И, может быть, поэтому талант, который был виден тогда у Александра Дмитренко, так постепенно-постепенно начал сходить на нем. Данные хорошие, видите, рост, мощь, все прием. Первый раунд соперник практически не боксировал. Ну, конечно, пытался не дать это делать Дмитренко, но особой изобретательности пока мы у Александра не увидели. Посмотрим, что будет дальше. Таких оппонентов, как Золотан Чала, надо проходить играючи. И, собственно, это он и делал, когда на заре своей профессиональной карьеры, когда ему прочили успехи. Так, с такими соперниками он разбирался очень легко. Абсолютно не техничный вигельский боксер. Я уже сказал, 8 боев у него, 8 побед у него в 10 боях. Ну, вот имя никакого соперника ни одного вообще ни о чем не говорит. Снизу сейчас хорошо попал апперкотом Дмитренко. Рефер открывает счет. И снова в туловище пробивает очень сильно Александр. В голову, да. Ну, по идее, долго это избиение не продлится. Так мне кажется. Копфу. Копфу. Боксеры ровесники, кому и другому по 33 года, но Венгер кажется намного старше, гораздо более потрёплен без жизни. Снова точный удар по печени, а считают, что был удар держи пояса, да, реферы? Ну, может быть, да, там в пограничную какую-то область попал. Дмитренко. В любом случае удар был болезненным. Снова туда же бьёт Александр. Ну, это просто оттолкнул он Чалу. Так удобно лёг, но настил ринга. Пожалуй, вставать не хочет. Доживёт до конца раунда, по всей видимости, венгерский боксёр. Ну, получил уже очень... А, вот, это уже конец боя, друзья. Успел выплюнуть капу, молодец. Ну, классический удар. Левый прямой, правый сбоку. Через точно. Зрители в восторге. Ну, я говорил, что таких соперников он проходил ещё в 20-летнем возрасте. Вот так же красиво. Ну, когда-то надо возвращаться, когда-то надо снова завоёвывать авторитет в первую очередь. Да, ниже пояса был удар, да? Согласен. Ну, а вот этот заключительный точный удар, который поставил точку в этом бою. Извиняется за то, что удар был ниже пояса, Александр. Ну, так вот всё. Ну, вот, наконец, сейчас послушаем этот вердикт. Моя дамы и горячая, это официальное свидание. Мы имеем в виду победителя через К.О. В 2-й рunde после 2 минуты и 50 секунд. Победитель К.О. Аусяду Александр Дмитренко. Александр Дмитренко. Простите, во втором раунде всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К.О.